Человек, мы показываем мусульманам, как Христос был распят, воскрес для нашего оправдания. А у вас книга своя есть. О, это другое дело. Это совсем другое дело, это правильно вы говорите. Тут о спасителе нашем, говорит, никто толком и не слышал. А мы ему возвещаем. Откуда вы? Из кухни. Нет, от какого города? Да не из какого, а в каком. В каком городе? Город Барнавол, Алтайский край. О, далеко от меня. Вот так. А вот вы эту книгу считали? Считали. Я арабского языка не знаю. Ну, а почему? Так оно же переведено на разные языки. Нельзя читать на переводе. Это лень матушка. У нас Библия-то на еврейском еще труднее. А она переведена? Да. Но нельзя читать. Вот если бы вы знали, я бы вас спросил там. Что-то у вас сзади упало. Это не упало, это кошка прыгает. А. Понятно. Я вообще из Афганистана, город Кабул. А, Кабул. Там много натворили русские дел-то. Влезли туда, мусульмана убивали. Позор какой. Сейчас сегодня говорят, я насколько не могу сказать, где-то полтора миллиона жертв принесли. А русских 14700 погибло. За что? Непонятно. Поэтому... Я в то время даже рожден не был. И все у нас сегодня. Я православный. Православный не пошел бы туда. Пусть дома тебя расстреляют, но не ходил бы. Не воевал. Мусульмане воинственные. Они за это ответят. А я за себя отвечаю. Вот у нас очень хорошее отношение с мусульманами. Где мы живем в Барнауле. У нас тут нет никаких разногласий. Каждый верит по своим. И в чем проблема была, когда война шла? Конечно. Потому что Амин стал склоняться к Америке. А там Брежнев с этим Сустиновым рассудили. Нет. Я не о том. Когда война была, все русские спихнули туда мало лет. Кому 16-15 лет. Всех туда на войну отправили. Нет. Таких не было, чтобы отправляли. Не было этого. Первый раз, когда первая волна была. От русских. Ну кто 15-то лет взял его? Когда совершеннолетие, 16. Это болтовня. Не нельзя врать так беспрополую. Зачем же? Когда первая волна была, все малолетки пошли. А наши деды... Ну малолетки означает, ему 18 лет было. 18. С 18 берут в армию. Что тут брехать-то? В то время вообще... Ну не надо, не надо. Значит, говорит, авриды отплевывайся. Нет, не было. Да, были контрактники, были, воевали, были, убивали, насиловали. Было. Но говорить, послали малолеток. Зачем врать-то? Мой дед рассказывал. Ну ладно. Что убивали. Спорит, тот, он еще не знает. Давайте. У них даже документы с собой были. Не до сих пор. Ну маленько, сам пошуруб. Как можно в армию призвать несовершеннолетнего? Даже войну не брали. Люди добавляли годы себе. Автомат, как разбирающий, не знали. Интересно, какие вы твердолобы? Писаничин не знаете? Я мусульманин. Ну что мусульманин? Мусульманин тоже должен знать, что на землю сходил Иисус Христос и умер за грехи людей. У мусульманин своя книга есть, которая посчитается ими, как священная. И вы должны знать ее содержание. Вы ее читали хоть раз, эту книгу? Нет, не читал. На какой же вы мусульманин, когда просчитать не можете, что написано? Только одно название мусульманин. Мусульманин без бороды. Поди, еще и свинью кушаешь. Да? Ну да какой же ты мусульманин. А сколько раз намаз в день совершаешь? Молитва. Ни разу. Ну какой же ты мусульманин? Ты такой кричать «Аллах Акбар», а я тебе скажу «Иисус Акбар». Ты чего меня учишь, что я собрался, дядя? Я вас не по своей книге спрашиваю, а по вашей, а вы не знаете. И это нехорошо. А вы 18 лет знали, нет, по своей книге? Вот вот. Если любой, кто со мной сойдется, скажет «Я христианин», а что вы мусульманин, никто не скажет. Скажет какой-то пьяница, наркоман, а вы его посчитали. Я говорю «Так он назвался». Да мало ли что назвался. Не считает, свинину есть, намаз не совершает. Ты не мусульманин, даже не называйся так. В Машу и дальше пойдете? Ну да. Листать будете? Ну раз такое ничего. У вас вопросы о душе, о вечности есть? А вы с какого города откуда будете? Да я не об этом спрашиваю. Это никакой роли не играет, и вы тут же забудетесь. Зачем пустотой заниматься? Мы должны быть на одно направленное. С чем мы можем быть полезны друг для друга? Я вам сказал, по самому важному вопросу, о душе, о вечности. Где вы будете проводить вечности? Только не ругань, чтобы ни одного матерка не было. Чего хотите вы от меня? Вот понимаете, вот на вас смотришь на всех тут, как обкуренные или после похмелья. Какие так даже... Я просто не спавший. Ну ладно, отдыхайте. Вы зайдите по скайпу, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. Там я могу вам ответить на все вопросы. Сколько лет лет вам? Что? Сколько лет вам? В 81-й год. Понятно. С какой города вы? Город Барнаул, Алтайский край. Где живете вы? Ну вот вы видели, я вам ответил на все. Где живете вы? Дом, квартира своя или... Это квартира своя, своя квартира, частный район. Понятно. Я никогда в жизни не жил в коммуналках. Мне это трудно. Мы строим село православное, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. И поэтому... Понятно. Для меня это свой участок, 13 соток, центральный район, рядом Обь, красивейшее место. Понятно. Сами никогда не пили что-нибудь, не курили? Никогда. Ну то есть я знаю, в пятом классе, помню, окурка два выкурил. Плевался, плевался. И выпивать знаю, что такое выпивал когда-то. Выпивал как там, где-то с солдатами в армии был. А вот уже 58 лет, как я обратился к Богу, Господь от меня все это отвел. Как будто никогда не было. Я ни курящим, ни пьяницей не был. Понятно. С Богом надо жить. Значит, что Иисус умер за наши грехи. Умер и воскрес, чтобы даровать нам прощение, кто просит. Религия не спасает никакая. Спасает тот, кто умер за нас. А это только у нас, у христиан. Поэтому тут выбирать не приходится. Вот оно у меня, я показываю. Мы узнаем, главное это о Христе, что Он умер за наши грехи и воскрес. Вы христианин, нет? Христианин, хрещеный. Хрещеный где, в Армении? В России. В России? Вот как? Даже неожиданно, как здесь встретить-то христианина. Да молодец. А Евангелие ты, говорит, считаешь. У тебя вопросы есть по Писанию какие? Я не считаю, я не считаю. А не считали? А тут-то ты часто бываешь в рулетке? Не особо. Тут всякий разврат, смотреть нечего. И мы пришли сюда людям рассказать о Христе. Если у тебя я проповедник, если у тебя будет желание встретиться, ты по национальности-то кто? Русский. Русский? Русский с нами Бог. А вид-то у тебя такой, как будто бы там южной нации какой. Не обратно. Если у тебя будет желание встретиться, то по Скайпу, Скайп, такая система есть. Игнатий Лапкин, Атаня, ты можешь на меня выйти. Давай сейчас свалимся. Да подожди, Скайп, Скайп, у вас есть Скайп? Я сейчас установлю базар Азира. Давайте, подожди маленько. Запиши сначала, как меня найти. Так подожди, ты не выходи со мной, главное. Так нет, это чат рулетка. Нам все равно надо будет расстаться, чтобы в Скайпе попасть. Оно не возможно. Это же не расстается. Так подожди, ты мне сначала сейчас отскачают, ты мне скажешь, и мы в Скайп пойдем идти и баллы. Ну давай, давай, давай. У нас очень большой в Ютубе канал. Нам есть что рассказать. А как в Ютубе вы записывали? Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Четыре слова, запиши рукой. «Во свете Библии». Библия, Библия вот эта вот. Называется Библия. А от нее свет идет. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, да? Игнатий Лапкин. Это канал. Самый большой в интернете. А вы Игнатий Лапкин? Я Игнатий Лапкин. Бог явился воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Именно так. Это вы нашли, знаете что? Это событие дня. А вам сколько лет? 81-й. Вы найдите канал, напишите. Канал, канал. Вы не на канал. Я вижу, вижу. Да, я нашел уже. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Именно так. Тебя как звать-то? Никита. Никита, ты знаешь, как переводится? Как? Как Виктор. Победитель. Ты победитель. Не брачал, Киров. Так, только не ругайся никогда. Должен побеждать всякий грех. И вот если по скайпу зайдешь, я сейчас через час выйду и ищу от рулетки. Да может, через полчаса заходи. Я там скину наши ресурсы. У меня есть форум, фейсбук, твиттер. И везде наши материалы. У нас целая группа людей работает. А вы где сейчас находитесь? Город Барнаул, Алтайский край. Барнаул? Так это же не... Да, мы строим православную деревню, где никто не курит, не пьет, не ворует. Давайте я к вам сейчас приду. Я недалеко живу. Так. Я даже в Барнауле живу. Да, а тебе сколько лет? 18. Да, ты уже взрослый. Да. Ну так, значит, давай договоримся так. Через часок загляни ко мне по скайпу. Скайп. Нет, стойко. Подождите, а вы где находитесь? Как деревня называется? Деревня называется наша Потеряевка. Потеряевка? Да. Я просто в Власихе живу. Вы потеряете меня тут, потеряете. Сейчас пока не трогайте ничего. Запомните имя, фамилия, чтобы найти меня. Ну, я понял. Так это вообще Казахстан какой-то, Новосибирск, Кемерово. Нет, нет, нет. Потеряевка – это Алтайский край. Ну, это Алтайский край, да. Да, Алтайский район. Она – это наша. Потеряевка. А вы на какой улице живете? Там одна улица имени моей матери, Марии Лапкиной. Она в какой доме живете? Мать-героиня она у нас. А почему? По 10 детей. Почему? 10 детей – мать-героиня. А у вас, то есть, 9 братьев? Нет, 5 братьев, 5 сестер. Да, у нас семьи большие очень. Так, ну, если вопросов по душе нету, запомни, что говорили. Вы где живете? Давайте я сейчас подъеду на машине. По скайпе, подождите, по скайпе. Нет, давайте я подъеду на машине. У меня вон там машина. Я сейчас заведу и подъеду. Куда вы подъедете? Вы где живете-то? Я живу в Барнауле. Да то ну, в Барнауле. А на какой улице? Я говорю, в этом живу, как вы еще. Так, не знаете, да? В Артикиной. Ладно, вы не подъедете сюда. Почему? Я подъеду все. Да не надо подъезжать, не надо. Мы об этом не говорили. Мы свидетельствуем о Боге. Днем никого нету. Еще вы будете делать. Давайте я вам подъеду, вы мне все расскажете. Нет, так, запишите, что в скайпе Игнатий Лапкин. Так давайте я к вам сейчас подъеду. И вы, ну, перестаньте, это, внимательно слушайте. Я сейчас отхожу. Я вам данные все дал. Вы по скайпу зайдите через часок. Нет, так давайте я к вам подъеду. Да зачем ты подъедешь-то? Дальше еще. Зачем подъедешь-то? Зачем? Ну, еще дальше подъехал. Еще дальше. Так вы мне расскажете все. А я все и рассказываю. Я там и рассказывать не буду. Вообще-то. В общем, да, играть не надо. Давай, по-серьезному. Да, я очень говорю. Ты парень-шутник такой. Так, ну все, я отхожу. С Богом пока. С Богом. Давай, с Богом пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.